Вроде работает. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Ваня и это Minecraft 1.16. Жуть, да? Нужно немедленно нажать вот эту кнопку, искать Confirm, а то нам не будут рисовать карту. О, где это я? Так вот, Minecraft 1.16. Почему 1.16? Понимаете ли, в 1.15 я развился до состояния, когда некуда девать энергию. И пришлось писать мод для того, чтобы эту самую энергию куда-то девать. А тут прошло много времени, вышел следующий Minecraft, надо мод портировать. А в 1.16-м-то у меня энергию еще надо произвести. И вот я решил сам потихонечку развиваться здесь и потихонечку дописывать мод, чтобы к тому времени, когда у меня будет много энергии, какое дело, я смог, собственно, ее тратить. Вот. Все это дело происходит у меня на даче и через телефон. Вон, я подключен к серверу, потому что у меня нет нормального компа, я играю с ноутбука. Но вроде работает. Чпок. Чпок. Интересное дерево, симпатичное. Классное дерево. Надо из него что-нибудь строить, не надо его так просто пускать в расход. Вот. Ну, ладно, потом разберемся. Так как я оставил все дефольтные моды из АТМ-16, вообще без настроек, так что если я отдал вам мир, вы смогли в нем нормально играть, не меняя ничего. Вот. То я думаю, что норм, куда бы пойти. Меня вот очень интересует вот эти деревья. Фишка в том, что, так как мы играемся с вот этим вейнмайнером, то нужно немедленно искать еду, потому что вейнмайнер съедает этой самой еды просто тонны. Куда бы мне тут заныкаться? Есть с чего начать? Ну, во-первых, нужно найти еду. Во-вторых, нужно это самое, да, начать куда-нибудь вкапываться. Ладно, соберем этого зеленого дерева, чтобы оно стекалось, чтобы я не таскал много разного мусора. В руках у меня штука из Сайленс Геера. Сайленс Геер это такой мод... А куда я иду? Не хочу ли я жить на берегу? Ну, там вот пчелы. Из них что-то вываливается. Я хочу жить на самом деле на берегу. Только где я хочу жить на берегу? Я хочу жить на берегу где-нибудь. Нефть, нефть, нефть. Я хочу жить здесь на берегу. Опа, а вот эта дырочка. А это золото. А золото здесь, знаете почему? Потому что это мясо. Потому что, ну, такой биом интересный. Ну, это же классно, кстати, у меня же механизм. А тут, кстати, десятый, десятый механизм. Жрет тонны золота. Туда вот надо сходить, копнуть как следует. Такс. Ну, ладно, я иду куда-нибудь. О, коровы. Коровы это очень ценный мех. То есть, коровы. То есть, тут надо где-то вкопаться и сделать себе как минимум меч. Такс. Как минимум меч. Для того, чтобы хорошо вкопаться, нам нужна кирка. Не буду распаковывать вот эту штуку. Если на нее ткнуться, то из нее вываливается много-много-много рецептов, которые прямо вот, ну, которые прямо рецепты. Вот. Ну, Тинкерс Констракт, как он есть. Вот. А мне вот куда-то вот сюда надо было. Вот. Мне нужна пара мечей. Вау, они вошли в Stone Age. И, наверное, сделаю меч, кирку. Вот это все. Топор. Но как-то сильно углубляться здесь не буду, потому что я хочу найти приятное место для жизни. Вот. Интересно, а можно ли делать из камня броню? Мне кажется, можно. Во! Уголек. Черт. Хочу весь уголек. 22 уголька. 22 уголька. Я вам сейчас открою такую страшную тайну быстрого развития в этом страшном мире. Вы офигеете. Так, стоп. Я хотел один мечишка для того, чтобы этих коровок, собственно, порубать. Ай. Ай. Знаете, с пингом нормально. По коровам попадаю. Так, мне нужен топорик для того, чтобы рубить деревья. Даже, наверное, два топорика я могу себе сделать. Вот. Ну, на самом деле, топорик мне нужен для того, чтобы срубить свой верстак. Так, коровы разноцветные. Я не знаю, о чем это говорит. Может быть, в Майнкрафте так положено. И у меня в самом начале будет кожа. Супер. Супер-супер-супер-супер-супер-супер. Ну, собственно, да. Ай. И много семян. Что ж такое-то? О! Может быть, я не умею играть в Майнкрафт. А может быть, у меня действительно лак. Вот. Я не знаю. Скорее всего, не умею играть в Майнкрафт. Ну, а чего от меня ожидали? Ай. О! Так. Три шкуры, девять мяса. И я куда-то шел. Я шел вниз. О! Может быть, вот сюда куда-то прийти? Явно, что-то упавшее на землю. Может быть. Может быть. Может быть. О, хорошее место, кстати. На 64-й высоте. Вот здесь я сейчас и вкопаюсь. И так как... Да, я тут вкопаюсь. Так как у меня не очень много еды. И совсем рудничную экспедицию я, наверное, устраивать не буду. Кстати, можно классно сделать вот тут крышу. Это будет огромный такой зал. А вот здесь у меня будут комнаты. Да. Вот туда вот я хочу. Да, знаете, мысль вкопаться была очень-очень-очень-очень правильная мысль. Потому что на улице уже темно и страшно. Вот. Ну, в общем, я где-то здесь торчу. Вкопаться у меня не сильно получилось. Но сейчас все будет нормально. Вот. И что я хотел еще сказать. Я хотел сказать, что здесь есть данк. Вот этот вот. Вот этот данкнул. Еще такое. Марбл. Блин, его не выкопать. Медленно копается. И его надо немедленно сделать. Плюс у меня есть некоторое количество дерева. Буду ли я тратить вот это зеленое дерево на то, чтобы как-то тут что-то облагородить. Я, наверное, не знаю. Кстати, да. Высотой-то надо 3. Вот. Так что я, наверное, сейчас просто всю ночь делаю комнату. А утром выйду на улицу и посмотрим, что там будет. Да. Идея хорошая. Ну, вот и настало то самое время, когда пора уже делать себе там печечку. Там может быть 2 печечки. Ладно, хрен с ним с деревом. Дерево я потрачу. Уголь мне очень нужен. Вот. Поэтому жарить будем, как всегда, на... Ну, собственно, ничего особо интересного нету. Давайте пожарим одну на угле. Вот. А дальше уже будем смотреть. Я хочу пожарить себе мяско. Мяско Судан. Мяско — это заявка на победу. Так. И вот так вот. Дальше. 9. Давайте посмотрим. Из 9 6 слабов. 18. Делаем побольше вот этого всего. Вот это вот так вот. И у меня будет 9 бочек. 9. Вот так вот. Так. Да, у меня будет 9 бочек. Ну, просто для того, чтобы слабо куда-то деть. Так. И у меня не очень много прямо дерева. Прямо хотелось бы дерева больше. Что можно сделать из бочки? Из бочки можно сделать fluid barrel. Вау. Барилов фиш, золотой барил. А самое интересное, я хочу донкнуть одну штучку. Вот, собственно, для этого нужен был уголь. Ну, собственно, все. Больше угля особо не нужен. А бочки будут жить здесь. Как-то так. Может быть, я сделаю 2 донкнули. Что это такое? Это офигеннейшая штука. Так. Здесь у меня живет биологическая фигня. Ага. Здесь у меня живут стройматериалы. Так. Там стройматериалы. Можно ли делать из вот этого марба топоры? Хороший вопрос. Потому что мне сейчас интересуют именно топоры. И причем много топоров. Норм. Марбу, наверное, буду хранить здесь. Их родить я буду с кобом. Потому что, ну, кобу все-таки более частая встречающаяся фиголина в мире. Тогда у меня вот в этой бочечке будут лежать всякие материалы. То есть готовая всякую. Вот. А здесь у меня будет лежать всякое полезное. Вот это мы выкинем. То есть это надо сначала прочитать. Напишет про ван пробу. А потом вот это выкинуть. Сюда вот. Пусть лежит. Вот. Теперь мы наконец-то можем прочитать вот эти что-ли. Зачем я сделал себе столько топоров? Вот вопрос. Дело в том, что... Извините, это у меня стоп скрипит. Я знаю, что слышно. Вот. Можно же сделать себе из чего-то прикольного топора. Но ладно. Не сделали. Вот здесь у меня будет лежать всякое... Стоп. Не вот это. Вот это вот. И как вы помните, данкноу можно очень классно использовать. Например, сюда можно загнать все свои некозявые топоры. Один. Два. Три. Ну как-то вот так вот. Норм, да? Туда же идет мясо. Туда же идет мясо. Так, а дерево такое красивое. Ну, мы, кстати, вот это сейчас высадим, чтобы у меня был запас такого прекрасного дерева. Я из-за этого еще топора. Я из-за этого еще топора сделаю, что я. А, лысый, что ли? Нет, я не лысый. Я тихонечко отращиваю, шилю. О, нам, конечно, факелы нужны будут, но больше нам нужны, наверное, топоры, потому что я сейчас хочу сходить и срубить вот то огромное, шикарное дерево. Так, здесь вот всякое полезное. Ну, типа того. Можно идти на улицу. А как узнать, сколько сейчас времени? О, я тут замучаюсь. Я этого не узнаю. Придется, но придется тут это, рыть туннели до тех пор, пока не настанет утро. Как и обещал. Из приятного. Я вижу тростник. А тростник пока еще не видит меня и не боится. Поэтому я его возьму и съем. Из неприятного. Это вода. Я помню, что в свежих Майнкрафтах в воде существуют рыбы. Рыбы это полезно. Это реально сразу много еды, но что-то я не вижу рыб. Может быть, придется воспользоваться вот этой вот штуковиной, как это называется, фермерства. О, вот еда. Из них вываливается, я помню. Из них немножко еды вываливается. Заодно черная краска. Она всегда очень полезна в хозяйстве. Плюс. А вот рыбы. Чего я? Ммм, рыбы. Давай удочке. У меня самая лучшая в мире удочка. Только я потерял рыб. Надо как-то загонять на мелководье и там нормально можно мочить. Вот как-то так. О. Чего, ничего не дал? Никасак дал. Ну, в общем, я тут развлекаюсь рыбками, а потом встречаемся около Баабаба, когда я его соберусь рубить. Из вот этих вот товарищей, по-моему, вываливается сквид. Но он что-то как-то не вываливается из них. Ну, ладно, есть рыба. Единственное, что я тут утону к чертям собачьим. А это, да, это Applied Energistics. Кстати, к вопросу об Applied Energistics. Я его хочу, потому что Applied Energistics это более экономный мод, чем вот этот какой-то Dynamics. It's Great Dynamics, по-моему, называется. Но его начинать сложнее. О, из него вывалилась еда. А рыбы спавнятся прямо. Прямо спавнятся. Ну, в общем, голодным я не умру. Я, скорее всего, умру от стрелы скелета. Единственное, что не норм, это я забыл оставить waypoint. По-моему, и дык. Нет. Б? О, new waypoint. Во. О, во, 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 все, норм. Норм, полный норм. Так, уголь у меня был. Полезкость, да, уголь был. 23 рыбки. Мало 23 рыбки. 12, 18, 16. 16 рыбок. Хотя уже скоро я перестану так экономить все. Ну, пока экономлю. Такс, и мне нужно было кирка. Ну, прямо сейчас кирка мне не нужна. Мне прямо сейчас нужна рыба. Так, полезные биологические. Тентакль. Можно жарить? Можно делать жареный тентакль. Вау. Так, вот это нам не надо. Это мы сейчас высадим. Зелененькое. Так, стоп. Рыба норм. Да. Как рубить этот прекрасный баобаб? Дело в том, что вейнмайнер, который у меня есть, я думаю, столько еды достаточно, рубит не все дерево. Или не считает баобаб деревом. Ну, в общем, как-то плохо себя ведет. Поэтому нужно залезть наверх и рубить под собой. Залезть наверх – это не то, чтобы очень сложно. Единственное, что это требует времени. Вот так вот. А лезешь наверх и лезешь наверх. Самое главное еще и не свалиться. Потому что тогда точно… Да, кстати, да. Ваня умрет не от голода. Ваня умрет от того, что он сверзился с баобаба. По-моему, это норм. Да, на это я почти согласен. Хотя нет, гоню, не согласен. Вот, в общем, я лезу по этому баобабу вверх. И встречаемся на вершине. Во! Я наверху. Давайте теперь поймем, как именно правильно рубить баобаб. Нужно как-то вот это все срубить. Ой! Но остались… Остались, остались вот эти кусочки. Так, и где мои все топоры? Мои топоры, а баобабы сюда? Удивительная вещь, данкнуть. Так, вот это срубили. Куда, наверное, дотянемся? Ааа! Не дотянулся. Ой! Это было неосмотрительно. Вот это срубили. Интересно, семена баобаба. Но это уже тот баобаб. И вот здесь тоже рубим. Главное не упасть. Так, а донкнули. Кстати, вот эти самые баобабы начинают забирать в себя. Знаю, что они в нем находятся. Ух ты, а что это такое? Ух ты, как можно? Вы поняли? Я могу поставить сюда блок. Такого не было. Вау! Такс. Все, теперь мы идем вниз. Но рубить надо очень аккуратно. Нужно как-то прорубиться сюда. И вот рубить вон туда. Потому что все равно я свежусь. То есть нужно каким-то образом прорубливать себе путь вниз. на парочку. Или даже на троечку. А потом рубить сюда вверх. И все равно я обо что-то упал. Вот. Ну, норм. Я боюсь. Случилась ночь. Ну, я срубил Бабаб практически. Поздравьте меня. Вот. Осталось только добыть все то, что из него вывалилось. Как мне радует этот танк 0. Я видел такой мод. Только в сборке с... Я не помню, как она называлась. Какой-то скайблок, по-моему. Что? Вот что-то такое. Там была прямо сумочка, которую ты на себя вешаешь. У тебя инвентарь. Вот так вот. А у тебя еще вот здесь. Вот здесь. Вот такой классный мод. И там тоже можно было прогреть ее до состояния, когда в стеке намного больше, чем 64 предмета. Ну, собственно, вот это вот то, что я хотел. Так. Теперь у меня есть еда. Теперь у меня есть дофига дерева. У меня, конечно, не высаженные балабабы, но с балабабами разберемся. О! Нет. Не забирает он эти самые. Давайте 256 оставим здесь. А вот это вот кинем. Где у меня будет жить... Ну, ладно. Пока что дерево – это биоматериал, который живет здесь. Нам нужно сделать дверку. Бабабовые саплинги. О, сразу три дверки дают. Что-то в Майнкрафте изменилось. Ну, что, типа, как-то так. Вот, соответственно, берем нашу терракоту. Устроим материал. У меня здесь будут. Вот. Оставим ее сюда. И это уже начинает напоминать такое жилищеце. Так. Жить можно. Жить можно. Осталось придумать. Так. Осталось придумать, как делать ландеры. Ландер. Я не помню, как они делаются. Бирч ландер. Мм. Мм. А вот вопрос. А вот вопрос. А у меня получится из Баобаба сделать ландер? Или не получится? Сюда идет Баобаб. Э-э-э. Черт. Из-за того, что это разные деревья, ландеры-то из них может скафолды сделать, но нужно метал-ландеры, а я их не сделаю. Кстати, иммерсив инжиниринг есть. То есть все вот эти жуткие машины есть. Джангл ландер. Не смогу. То есть кварк испортил рецепторы лестниц. Молодец. Хорошо. То есть мне придется... А что делать? Сейчас я никуда не пойду. Сейчас я ничего сделать не смогу. Придется копаться вот этим вот... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот этим жутким образом. Не хочу. Или придется копаться. Ладно. Будем копаться. Так. Из чего мы делали кирки? Буду ли я сейчас делать кирку, которая из вот этого мода? Наверное, не буду. Наверное, сделаю себе 10 одинаковых кирок. И мне хватит этого на все случаи жизни. Вот. Продолжение следует...